Всем доброго времени суток. С вами снова Андрей Иванов на канале Gadget Park. Это уже второе видео за сегодня. Вот смотрим второй фонарик, который получил сегодня с Alarm Gadget. Эта марка специально адаптирована под Россию. Называют её, братья-китайцы, огонь. Модель T465. Сейчас посмотрим, что нам уготовили наши друзья. Соответственно, зарядки такие же, как в предыдущей модели, а-ля мобильный телефон. Фонарик у нас с камуфляжем. Интересно. И даже с каким-то индикатором на боксе для аккумуляторов. Интересно, что он делает. О! Видимо, это что-то вроде заднего сигнала у машины. Судя по всему, фонарик... Поворотники. Ну, не поворотники, конечно. Поворотников пока не приделали. Это вот у предыдущего. Фокус как настраивается. Так, фокус. А сейчас посмотрим, как настраивается. Судя по всему, поворотник. А, нет, не поворотник. Просто. А, туда. Вытягивается. Система туда-сюда. Да. Так сказал один мой добрый друг. Телескопическая. Акеуточка. Так, теперь посмотрим. Попробуем его включить, Аршун. С аккумуляторами у нас в комплекте. О! Ну, это явно мощный. Достаточно. Ну, диод, соответственно... Ух ты. Да. И широкий достаточно у него угол. Посмотрим, можно ли поменять мощность. Можно. Можно, но, конечно, кнопка достаточно выглядит герметично и в хорошем мощном защитном корпусе, но совершенно она неудобная с точки зрения переключения режимов. На голове попробуй. Надень, попробуй переключать. Так, сейчас попробую. Конечно, тут нужна каска, потому что вот эта вот резинка, она напоминает мне кое-что. Какая каска? Хватит ты шапки одну. Не пойду я за шапкой, одену вот так. Ну, плавательная шапочка наденешь, все. Ну, нуждается в регулировке, конечно, из коробки, ну ладно. Ну, попробуй, нажми, чтобы удобно. Нормально, нажать можно. Ну, а ты одной рукой. Ну, она заглублена, что ли, слишком, или что? Она не выступает практически. Она не углублена туда, но и не сильно выступает. При этом она прикрыта достаточно мощной такой резинкой. Вот, эта резинка регулируется, тем не менее, какая разница? Нет, вот эта резинка не регулируется. А, эту ты имеешь в виду? Да, здесь достаточно мощная, надежная резинка. Она защищает ваш фонарик от воды и от вас. Вот в предыдущих моделях, когда включаешь фонарик, автоматически задний блок с аккумуляторами, он включался. А сейчас, видишь, они сделали так, что ты можешь сам решать, включить тебе его. Да, включаешь ты задний сигнал или нет? Ну, это беззадний. И даже вот он, опять же, они умудрились стробоскопы туда. Да. Ну, якобы, стробоскоп. Он нужен, я не очень понимаю. Имитация стробоскопа на задний. Кстати, стробоскоп здесь на максимальной мощности. Да, этот стробоскоп уже всех достал, он нафиг никому не нужен. Естественно. А, когда я заказывал свой собственный фонарик, ну, это мое личное мнение, так как я все-таки заказывал его с завода, мое условие было таким. Оставить только три режима. А эти снимаются? Минимум, серединка и максимум. И похоже, что они... Потому что мы все любим эти стринги. Вот здесь вот есть проушина такая? Да нет, вот здесь вот. Здесь, во-первых, проушины, кажется, нет. Нет, вот здесь. Нет, значит, не снимается. Да, похоже, он не снимаемый, ни в одном месте. Пределан намертво. Да, еще и пришит. То есть, если вы хотите поменять резиночку, вам придется ее отсюда отпороть. К сожалению. Судя по болтикам, он должен поворачиваться как-то. Да. Его можно направить вниз. Тоже неплохо. Да. Закреплен на какой-то... ...керамопластиковый... Это верность. Панельки с саморезами. Это интересное решение. Честное слово. Я такого не видел с Советского Союза. В котором мне, хоть и недолго, но довелось пожить. Да. Изобретатели волшебной палочки. Ладно. На этом я, пожалуй, закончу видео. Пойду посмеюсь и поиграюсь уже за кадром. А с вами я на сегодня прощаюсь. С вами был Андрей Иванов на канале Гатюрт Парк. Подписывайтесь. Пойду посмеюсь. Пойду посмеюсь. Пойду посмеюсь.